Если мы обнаружили патологическое очаговое образование, что мы должны выяснить? Что нужно установить? Если у вас в руках бумажный протокол, который вы сейчас собираетесь заполнять, то вам либо бумажку надо для себя отдельно иметь, чтобы ответить на все эти вопросы. В протоколе этого никогда не бывает. Либо держать это в голове и на каждое из них ответить, потому что вывод доброкачественное или злокачественное определяется из совокупности всех этих признаков, которые сейчас заявлены. Каждый из них мы потом подробно рассмотрим, и я покажу, как облегчить себе жизнь при поиске ответа на вопрос, что мы видим, доброкачественное или злокачественное. Но сейчас я хотел напугать в связи с тем, что это надо держать либо в голове, либо постоянно перед глазами анализ каждого из этих пунктов. Иначе мы не можем ответить на вопрос достаточно убедительно. Сейчас мы каждый из этих моментов посмотрим поподробнее. Ультразвуковые критерии опухоли молочной железы. Вот это картинка из статьи Заболоцкой, которая еще в 1995 году первое издание Медькова-Медведева, которая у вас есть. И из нее теперь она очень удобная, очень подробная. Я не стал ее там как-то анимировать, потому что это чужая картинка, которую нет смысла переделывать, а надо просто использовать авторские возможности. И сейчас давайте их вот по частям, я крупным планом покажу. Первое. То, что вы переписывали в предыдущем слайде. Оценка контуров. И посмотрите. Вот контуры образования, они могут быть не четкими, не ровными. И это характеризует злокачественную опухоль. Смотрите. На верхнем рисуночке, до пунктирной линии, контуры неровные. В англоязычной литературе это называется как симптом спекуляции, спикула, вырост. И вот эти неровные такие очертания, они очень важны. Здесь конкретно на этой картинке они нарисованы только неровными. Насчет нечеткости, здесь все четко нарисовано. Чтобы они были не четкими, это надо контуры размыть. В каких-то случаях так бывает. Но здесь показано, что они неровные, но четкие. Значит, они для злокачественной опухоли могут быть и не четкими, и неровными. Что для доброкачественных опухолей характерно? Нечеткие, но ровные. Вот вам пример, да? Она словно бы пунктирная. Почему? Потому что нет четкости, но тем не менее ровность сохранена на всем протяжении. Четкие, но неровные. Но вот для этого можно было бы добавить как бы волнистые или крупно-волнистые, да? Четкие, неровные. И самая приятная ситуация, когда четкие и ровные. Тогда меньше всего опасности злокачествления, да? Итак, по контурам мы с вами ответим на вопрос, есть признаки злокачественности или нет. Признак злокачественности что? Нечеткие, неровные контуры, да? Идем дальше. Это были контуры. Теперь нас интересуют акустические эффекты, наблюдаемые за опухолью. Но отчасти это касается акустической тени. Смотрите. Вот она может быть тень выраженная. То есть мы видим образование, а позади него такая дорожка, в котором никаких эхоструктурных изменений не видно. Потому что там просто черная дыра. Ну, не дыра, я, конечно, неправильное сравнение тут подбираю. Это черная полоса, в которой неразличимы никакие детали структуры, да? Это выраженная акустическая тень. Эта тень может быть менее выраженная, как на данной картинке второй сверху. И может быть вообще слабая акустическая тень. Но в любом случае тень это позади образования, злокачественный признак. Почему? Потому что тень обусловлена наличием фиброзных структур внутри опухоли. И эти фиброзные структуры делают ее более задерживающей ультразвуковые лучи. И, значит, тень может быть не дорзальная. Вот это первые три картинки для дорзальной тени характерны, да? А для латеральной. И в данном случае вот эта односторонняя латеральная акустическая тень, вот этот пример, это тоже для молочной железы злокачественный признак. Для щитовидной ничего ужасного. Если мы видим в щитовидной железе образование с односторонней тенью, не пугайтесь, да? Значит, ситуация, когда вы не можете точно сказать, то ли есть тень позади, то ли нет, неопределенная. Если тень, она в данном случае подвергается интерпретации как в ту, так в другую сторону, тогда мы смотрим на другие какие-то примеры. Если имеет место дистальное псевдоусиление, не тень, а наоборот более детализированное рассмотрение всех структур, которые располагаются кзади, то это характеристика доброкачественная. Она была у нас перечислена для кисты. Вот после кисты мы говорили всегда эффект дарзального псевдоусиления. Если после опухоли, если вы видите, что это не киста, а тканевое образование, вы увидели эффект дарзального псевдоусиления, это нас успокаивает и говорит, что это положительный признак. И, наконец, что касается латеральных акустических теней, если это двухсторонние латеральные тени, это тоже доброкачественный признак. Идем дальше. Третий пункт, который мы оцениваем, внутренняя эхоструктура. Что для злокачественных опухолей характерно? Неоднородная. С, в данном случае, пример, единичными эхосигналами. Или, в данном случае, картинка, которая не совсем соответствует тексту, выражена неоднородная, да? А выглядит, как достаточно равномерно расположены эти эхосигналы. Но, так или иначе, мы ведь визуально оцениваем. И эту неоднородность нам нужно глазом схватить. Да? Что в одной части, допустим, образования, эти эхосигналы располагаются как-то сгруппировано, а в другой их почти нет. Это будет неоднородность. Итак, неоднородность, это всегда злокачественный признак. А для доброкачественных опухолей характерно однородность. И смотрите, без отражений. Вообще, без отражений от ополонки вещей должна была бы быть киста, да? Но в каких-то ситуациях бывают гипоэхогенные, но без отражений совершенно равномерные, особенно у молодежи, да? Образования, которые тогда расцениваются как доброкачественные. Наконец, следующий пункт мы оцениваем – эхогенность. Злокачественные опухоли. Вот такая интересная формулировка. Почти анахогенная с единичными отражениями. Почти анахогенная. Что значит почти? Мы для себя тогда отвечаем на вопрос, там есть эффект дарзального усиления или нет? Дарзального не видим. Значит, она все-таки не жидкостная. И кроме того, мы видим несмещаемые единичные эхосигналы, да? Вот тогда она расценивается как почти анахогенная. Для доброкачественной опухоли, что характерно? Эквивалентна по эхогенности жировой ткани. Как по-другому это скажем? Изоэхогенно жировой ткани, да? Рядом с ней располагается жировая ткань. Пример. Фиброденома, а рядышком жировая долька. Вот вы их сравниваете, она изоэхогенная, да? Просто гипоэхогенная, гиперэхогенная и анахогенная. Вот термин изоэхогенная. Но всегда чему в таком случае? Изоэхогенная обычно рядом расположенным структурам, то есть железистой ткани расположенная по периферии. Это для доброкачественных. Итак, обобщая эхогенность. Все кроме анахогенной с единичными, не смещаемыми отражениями. Почти чем это мерить? Но это 20 лет назад. Это 95-й год, да? Сейчас у нас еще есть какие-то критерии. Но она не смещаемая, эти включения будут. Следующий пункт. Влияние компрессии на форму образования. Злокачественные опухоли. Мы давим, изменения компрессии нет. Еще раз, это чрезвычайно важный феномен. И как его определить? Сплошь и рядом, если, допустим, молочная железа крупная, а образование располагается где-то в центре, вы хоть давите, хоть не давите, вы не можете понять, какой эффект. Тогда вы привлекаете свою руку, вторую, свободную, или руку пациентки, чтобы прямо это каким-то образом сдавить. Или схватить просто между двумя пальцами и проверять при этом, при давлении, допустим, двумя пальцами, будет ли это каким-то образом отражаться на изменении формы образования. Для доброкачественных опухолей характерно изменение формы. Это понятно. То есть, то, чему сейчас так много посвящается внимание, это эластография. Последние практически два года журнал «Ультразвуковая функциональная диагностика» на 70% посвящен статьям по эластографии. И эластография оценивает способность образования или опухоли, или какой-то ткани сжиматься. То есть, если этой способности нет, то в таком случае мы расцениваем это как образование ригидное, жесткое, характерное для злокачных элементов. И следующий пункт – изменение внутренней структуры на фоне компрессии. Для доброкачественных опухолей характерно, что эхоструктура становится более однородной. Почему? Она сдавилась, и расстояния уменьшаются. А для злокачных опухолей там непрогнозируемая ситуация в плане изменения структуры. Следующий чрезвычайно важный пункт – это соотношение поперечного и передне-заднего размеров опухоли. Теперь давайте вспомним печень. И размеры печени, да? Когда мы говорим про печень, то поперечный размер – это понятно, да? Он имеющий широтную, как бы, широтный ориентир. Вертикальный размер – это крайне укаудальный. Толщина – это передне-задне. Как здесь быть? Пациентка лежит на спине. Вот эти принципы, которые мы сейчас оцениваем, не связаны с крайне укаудальным, а связаны только с ПЗ – передне-задним размером. Датчик вот здесь, а грудная стенка вот здесь. ПЗ – передне-задний размер, то есть толщина. И второй размер – ему перпендикулярный. Он здесь обозначен как поперечный. Но на самом деле, при стандартном расположении, допустим, в горизонтальной позиции, это будет крайне укаудальный. Вот так, как это нарисовано сейчас. Но значит, мы договорились о терминах. Мы просто используем передний-задний, который всегда можно определить, применить на датчику, а второй – перпендикулярный ему, который обозначили как поперечный. Это терминологические отличия крайне важны здесь, потому что что мы имеем в конце концов? Если отношение поперечный к передне-заднему больше единицы, то есть, иными словами, горизонтальная ориентация образования, то это признак доброкачественности. Как это еще разок представить себе? Не знаю, вы помните или нет, как Колумб в споре с моряками, можно ли поставить путем длительной тренировки яйцо вертикально? Сделал это одним движением. Он взялся, размаху и поставил, разбив скорлупу, и вертикально яйцо встало. Вот нормальная ситуация, когда яйцо нельзя поставить. Если его не разбить, яйцо лежит. Значит, это доброкачественный признак. Если мы все это рассматриваем применительно горизонтально расположенной на спине пациентки, то образование вот так вот лежащее, как сейчас нарисовано, это доброкачественное образование. А если будет стоящее яйцо, применительно к тому же положению, на спине лежа, то это будет злокачественное. То есть, в таком случае отношение переднее-заднее больше, чем поперечный. Это признак злокачественного образования. Это картинка, которую мы должны для себя зарисовать и понять. А теперь мы то же самое посмотрим на примерах. Вот эхограмма. Вот вы видите это лежащее яйцо. Вот оно лежит. А вот картинка. Вот это яйцо стоит. Яйцо не может стоять, если его не разбить. И картинка, которая первая представляет собой доброкачественный процесс, это фиброденома. А картинка вторая это синдром узлового образования с признаками молекнизации. Каждый раз мы это внимательно смотрим. Стоит или лежит это яйцо внутри ткани молочной железы это образование. Крайне важный момент. В каких случаях будет неопределенный ответ, когда поперечный и передний и задний размер сопоставимы? Если оно приближается к округлому, то тогда мы на вопрос не можем ответить, как поперечный размер к передне и заднему относится. То есть это связано именно соотношением этих длин. Еще один момент. Вот смотрите. Это пациентка, которую я больше не видел. Я ее отправил к онкологам, я ей все написал, что там нехорошо. Когда вы читаете книжки и у вас написано потом это образование верифицировано как злокачественное, это одно. А пришла к вам пациентка один раз, вы ее может быть больше никогда не увидите. И вы должны свое заключение написать. И как вы его будете формулировать? Вы будете формулировать, что у этого образования есть признаки малигнизации. Если вы больше ничего не нашли, вы не напишите, что это рак молочной железы. Лучше не пишите так. что здесь есть признаки малигнизации, хотя мы забегая вперед не видим здесь признаков инвазивного роста. Но признак малигнизации связанный с неправильным соотношением переднего, заднего и поперечного размеров здесь налицо. Значит, когда мы определяем тип роста объемного образования, то мы должны смотреть на структуру и характер контуров, взаимосвязь с окружающими структурами, эхогенность, акустические тени, васкуляризация. То, что было до этого пункта, мы с вами уже перечисляли по схеме Заболоцкой. То есть, глядя на все те в B-режиме, в черно-белом режиме признаки, мы можем сделать уже ряд выводов. Но есть и другие методы ультразвукового исследования. Сегодня говорят обобщенно, что УЗИ складывается из трех направлений. Обычное серошкальное в B-режиме, то есть, черно-белая возможность, с которой начинали еще много лет назад в 70-е годы. Второе это доплерография, где мы оцениваем воскулиризацию. И третье сегодня это эластография. То есть, УЗИ стоит равномерно на трех китах. Эластография самый последний, который за 2000-е годы вошел в практику повседневную. Доплерография еще с 90-х годов широко вошел. А начиналось все с B-режима. Но вот мы сейчас теперь подходим к признакам в доплерографическом измерении воскулиризации. Мы ее обязательно должны оценивать, когда решаем вопрос о доброкачественности образования. Вот эта закономерность, про которую мы уже упоминали, она должна быть прямо четко сформулирована. Чем больше фиброзной ткани в опухоли, тем она, как правило, более неоднородная, тем выше поглощение ультразвука и появляется в результате этого дорзально-акустическая тень. И здесь два типа роста для нас важны. Экспансивный рост, то есть доброкачественный, который предполагает ровные контуры, тогда ткань раздвигается во все стороны за счет роста опухоли. Она просто уходит в стороны, не нарушая структуры окружающей ткани. И второй тип, вот как раз злокачественный, это инфильтративный или инвазивный, когда контуры нечеткие и неровные. То есть нечеткость и неровность контуров предполагает инвазивный или инфильтративный рост. И тогда разграничить опухоль и окружающие ткани будет очень трудно. И забегая вперед, мы скажем, что в таком случае есть один очень интересный симптом, что злокачественная опухоль она будет при сравнении пальпаторного размера, как нам кажется на ощупь, и размера определяемого при ультразвуковом исследовании, она пальпаторно кажется больше. Почему? Потому что окружающие ткани инфильтрированы, и мы не видим этих границ, но на ощупь они создают более крупный эффект. и так, прежде чем рассматривать эти конкретные проявления образования чагового, я хочу сказать, что жизнь вашу можно немножко облегчить, то есть, если либо держать в голове все те признаки, которые мы говорили, либо на бумажке и каждый раз подглядывать, чтобы пациент не видел, то можно пойти другим гораздо более простым способом забить пациента пациент x автоматизированное рабочее место указать, что это 12-й день, к примеру, зайти в очаговое изменение и посмотреть, на какие вопросы мы должны ответить. Вот здесь все те симптомы, которые мы с вами перечисляли, они требуют последовательного ответа на вопрос. и посмотрите, они уже забиты и зеленым цветом помечены, как симптомы доброкачественные. Конкретно интересный симптом, про который мы пока не упоминали, симптом соскальзывания датчика в кавычках. если вы на фиброаденому ставите, сплошь и рядом вы не можете зафиксировать руку, вы только поставили, чтобы размеры измерить, она соскочила, она настолько эластичная и гладкая, что датчик зафиксировать одной рукой часто не удается, приходится второй рукой держать, чтобы датчик поместить для точных измерений. Эхографические размеры образования соответствуют пальпаторным, это для доброкачественного типа, а вот для злокачественного это превышают размеры определяемые пальпаторно. Затем форма очага для доброкачественного сферическая, а для злокачественного неправильная. Контуры для доброкачественного четкие и ровные, а для злокачественного нечеткие, неровные. Эхогенность для доброкачественного чаще всего гипоэхогенная, а для злокачественного она может быть смешанной, преимущественно анахогенной. Эхоструктура неоднородная для злокачественного. Проба нажимаемость для злокачественного изменения конфигурации нет. Ориентация образования в положении лежа на спине относительно грудной клетки для злокачественного это яйцо стоящее, вертикальное. Вот эти все признаки, которые мы сейчас выбрали, они характеризуют злокачественность процесса. А по умолчанию уже стояли доброкачественные. То есть на каждый из этих пунктов мы в совокупности должны конкретно ответить, если мы образование нашли. И тогда у нас в конечном итоге будет вывод. Мы, допустим, нашли два или три симптома, характеризующих злокачественность. И мы уже пишем, что признаки малигнизации очагового образования. Есть еще один другой способ зарубежный, гораздо более в этом плане такой, но как бы удобный. Но он до сих пор еще у нас мало используется в стране. Это называемая классификация БИРАЦ. Но тем не менее она сегодня требуется обязательно, мы ее разберем. Но так или иначе для ответа на все эти вопросы нам нужны каждый раз симптомы, перечисленные здесь. Мы только что их смотрели при предыдущих слайдах. Ну а теперь я возвращаюсь к тому, чтобы мы дальше отвечали для себя на вопрос. Вот мы нашли очаговое образование. Вот вроде бы у него доброкачественные все признаки. Признаков злокачественности не нашли. что это может быть? Когда вы читаете книжки, чаще всего картинка вот рак молочной железы, вот фиброаденома. Но когда вы смотрите, там не подписано у вас. Вот вы смотрите фиброаденому. И вам надо сделать заключение. Как в конкретном случае, когда у вас не было результатов цитологии, вы не знаете, что там покажет гистология, сделать свое заключение. И поэтому мы сначала делаем вопрос, ответ на вопрос даем для себя признаки злокачественности или доброкачественности, а после этого мы предположительно выбираем, что это могло бы быть из различных нозологических форм, которые определяются допустим при гистологическом исследовании. Первое это локализованная форма мастопатии может быть. Это может быть киста. Про кисту мы говорили. Это может быть интрамомарно-лимфатический узел. Это может быть опухоль. То есть опухоль у нас сейчас на четвертом месте. И прежде чем подойти к опухоли, давайте исключим кисту, мы уже знаем, как исключать, мы про нее говорить не будем, локализованную форму мастопатии и интрамомарно-лимфатический узел. То есть для нас должно быть методом исключения выдергивания лепестков у ромашки. Что это такое? Это не киста, это не локализованная форма мастопатии, это не интрамомарно-лимфатический узел, тогда что осталось? Тогда опухоль. И дальше уже в опухоли идем. Что это может быть среди опухолевых образований? Но писать в заключении, что это конкретно фиброаденома или это допустим внутрипротоковая папиллома в большинстве случаев не совсем правильно. Лучше сформулировать по-другому очаговое образование с признаками характерными для фиброаденомы, для внутрипротоковой папилломы. А так ли это или нет докажет тот, кто всегда прав патолога, анатом. А мы лучше с ним согласимся потом. Итак, локализованная форма мастопатии. Чем она характеризуется? Мы с вами уже говорили. О, кстати, смотрите-ка, вот это опять эхограммки из той статьи Заболоцкой из издания Медькова Медведева 1995 года. И смотрите, вот до кожи более поверхностно какая-то совсем черная анахогенная часть. это и есть датчик с насадкой, про который мы говорили, да? И вы его можете имитировать, если у вас нет такого датчика, в каких-то случаях, вот используя какие-то подрубочные средства из, ну, по типу того, как шарик наполнить жидкостью. структура. значит, здесь мы нашли какое-то очаговое изменение с размытыми контурами, то есть контуры нечеткие, форма, прямо тут написано, причудливая, то есть не совсем правильная, структура явно характерная для солидного образования. В конечном итоге при патоморфологическом исследовании это было доказано, что это мастопатия. Мы нашли один-единственный очаг, это узловая форма мастопатии. Вот еще пример, тоже описание с локализацией совсем другого типа эхоструктура, напоминающая соты, размеры образования 1 на 3 сантиметра, крупные достаточно, и больше никаких участков аналогичного типа нет. Тоже при гистологии было подтверждено, что это узловая форма мастопатии. Точнее, просто было заключение мастопатии, а если мы видели от очаг и больше ничего, то она как узловая интерпретируется. Причем непролиферативная, положительный фактор. При гистологическом исследовании мастопатия непролиферативная, то есть само по себе это более оптимистично, чем пролиферативная. Опасность озлокочисления существенно снижается. Интрамомарный лимфатический узел. Второе, что мы исключаем, здесь просто надо набить глаз. И я вам советовал каждый раз посматривать, каждый раз, когда есть возможность дотянуться до паховой области, дотянуться до шеи. Но, конечно, если вам пришел пациент смотреть брюшную полость, а вы еще его требуете, шею мне покажи, а подмышечные лимфоузлы покажут, но вы его напугаете и поступите неправильно. Но, если вы смотрите брюшную полость и дотянетесь до паховой области, вы его не напугаете, но смените датчик просто, и тогда набитый глаз уже позволит и в молочной железе опознать характерную картину. И вот лимфатический узел, расположенный внутри молочной железы, это норма. Внутри молочной железы лимфатический узел может располагаться без всяких признаков какого-то злокачественного роста. Само по себе это точно так же естественно, как локализация в подмышечной области, но просто нужно его различить за счет характерных признаков. И поэтому вот посмотрите, насколько похож интактный, неизмененный, акселярный лимфатический узел на то, что мы только что видели. Мы сместились в подмышечную область. Характерная картина связана с тем, что есть гипоэхогенное корковое вещество и эхогенное мозговое. причем очень интересный феномен, если вы смотрите в условиях разного сканирования полипозиционного, что это мозговое вещество. Но я здесь не буду пока инвертировать цвет. Вот я его наоборот закрасил, да? А реально оно, конечно, гипоэхогенное, да? Может быть, мы его... А теперь давай попробуем инвертировать все. Тогда мы его сделаем гипоэхогенным. можем? Да. Так. А это наоборот. Да. Черным он нас не захотел заливаться. ладно. Но я хотел какой-то дикообраз. Хотел подчеркнуть, что корковое мозговое вещество, они должны соприкасаться в области ворот. Вот эта зона внизу, вот здесь, да? Вот здесь. Это зона соприкосновения корковое мозговое вещество. Когда вы сканируете в разных плоскостях, вы это место можете найти. Именно здесь сосуды проникают с периферии внутрь лимфатического узла. Кровеносные сосуды. А лимфатические наоборот здесь выходят. То есть вот эта картина акселярного лимфатического узла, она точно так же будет выглядеть, как мы видели в лимфатическом узле интермамарном. вот еще один акселярный лимфатический узел, он увеличен в размерах за счет длины, но структура его нормальная. Вы тоже отличаете его по характерным этим признакам. И тоже каждый раз, когда мы нашли лимфатический узел любой локализации или заподозрили, что это лимфатический узел, мы должны исключить признаки его озлокочетления за счет метастазирования. Для метастазирования характерна округлая форма. То, что мы сейчас нарисовали, это овоидная форма, да? То, что мы видели перед этим, это овоидная была форма, а при озлокочетлении появляется форма округлая. потеря гипоэхогенного ободка. Вот этот лимфатический узел, который становится метастатически пораженным, он теряет корково-мозговую дифференцировку. Он становится равномерно гипоэхогенным. Снижение эхогенности изображения ворот. Ворота, вот место соприкосновения корковое мозговое вещество, которое мы здесь нарисовали, мы не найдем. Мы такую зону не увидим. Ворота это не так, как в почках, которые крупные и 12 сантиметров длиной имеют, а в этом сантиметровом, а иногда менее сантиметровой по длине структуре, ворот это зона соприкосновения этих двух гипоэхогенного и гипоэхогенного не найдем. Сосуды в области ворот четко не дифференцируются, а для нормального интактного узла это как раз мы там локус воскулиризации чаще всего видим. Если хороший качественный доплер, чуткий, то мы там найдем локус воскулиризации. И это билетристика, говорящая о том, что УЗИ достаточно чувствительное, это истинная правда. То есть по картине мы можем заподозрить и доказать злокачественные изменения при помощи УЗИ достаточно с высокой достоверностью. И вот пример по той же самой книжке Медькова статья Заболоцкой это округлые формы диффузно неоднородной структуры без гипоэхогенного бодка коркового вещества. Зона ворот не дифференцируется. Тут написано неотчетливо практически на этой картинке не дифференцируется за счет общего снижения эхогенности. То есть если мы на этой картинке все закрасим равномерно, там не можем область соприкосновения увидеть. И вот эта картинка уже не из книжки, это пациентка, которую я наблюдал несколько месяцев. лимфатический узел в подмышечной впадине. Вот показана область локализации. 25 миллиметров в диаметре и абсолютно округлый. И вы здесь не видите никаких намеков на корково-мозговую дифференцировку. Еще пример. Не будем на этом останавливаться, но потом при просмотре вы можете нажать остановку и сделать предскрин, чтобы это посмотреть. И вот очень яркая тоже картинка, которую мы давайте разберем уже поподробнее. Узловое образование с признаком малигнизации и гомолатеральный лимфатический узел с признаком метастатического поражения. Вот это правая молочная железа, вот датчик стоит рядом с соском, и вот мы видим образование, у которого все признаки характеризующие безлокачественности. Нечеткие, неровные контуры, размытость этих контуров хорошо видно по передней поверхности, неоднородная эхо-структура, длинник и вертикальный размер приближаются друг к другу, это неопределенное, не вот лежащее яйцо, а неопределенная такая локализация. И с этой же стороны в подмышечной области мы видим вот такой лимфатический узел. Чем он характеризуется? Тем, что его форма приближается к округлой, причем равномерно округлой. Вот эта стрелочка показывает на какой-то жалкий остаток от мозгового вещества. Больше ничего на мозговое вещество уже тут не напоминает. И почти равномерно однородная структура. Мы сейчас практически отвлекаемся для того, чтобы от нормальной картины лимфатического узла отдифференцировать то, что всегда должны подозревать и отвергать, что у данного лимфатического узла, которое мы увидели, этих признаков нет. Поэтому такая настороженность должна быть всегда очень яркой. Это, если не ошибаюсь, из книжки Зубарева 90-х годов, поэтому при ЭК, режиме ЭК, энергетический контраст или энергетический доплер, он на обычной аппаратуре обозначается ПД Power Doppler или по-русски ЭД энергетический доплер. И в нем все сосуды окрашиваются в один и тот же цвет. Он более чувствительный к сосудам. И видите, сосудов огромное количество, а при этом сосудистая ножка, которая вошла в ворота, она не видна. То есть, вот уже внутри узла все разбилось, а в норме должно быть наоборот. Мы должны видеть сосудистую ножку в воротах, но не должны вот этого разветвления такого дезорганизованного в венте. Сосуды хаотично расположены и извиты. Вот эта хаотичность и это какая-то неправильная конфигурация для обычного типа вытянутых сосудистых элементов, вот она характеризует как раз метастатический тип поражения лимфатического узла. И для примера просто вот картина, как при лимфодените наоборот подчеркивается допустим вот эта типичная структура лимфоузла, которая стала просто более яркой. Смотрите, вот сосудистая ножка, крупный сосуд. То, что он черно-белый, это как раз объясняется тем, что это книжка с 90-х годов. И вот здесь многочисленные именно трубчатые структуры, которые отходят радиарно во все стороны. А вот до включения энергетической доплерографии вот так он выглядит. То есть так он выглядит в B-режиме, а так при энергетической доплерографии. Ну и теперь что касается уже последнего пункта, самого такого частого и важного, связанного с тем, что мы исключили кисту, мы исключили выдергивая лепестки у ромашки лимфатический узел очагового форма мастопатии и мы подошли к тому, чему подошли к опухолям. И вот теперь нам надо по опухолям сориентироваться. Мы помним, что фиброзно-кистозная болезнь тоже относится к опухолям. Это гистологическая классификация опухолей. Но для нас важно сейчас разберем то, что относится сюда наиболее часто встречающаяся фиброаденома. Фиброаденома встречается чаще, пожалуй, опухолей в молочной железе. Но кроме того, мы должны быть готовы к встрече с липомой, папилломой и к опухолеподобным образованиям молочной железы относят также гематомы. Здесь же будут абсцессы в этой же группе. Теперь про фиброаденому поподробнее. Это всегда гиперплазия, связанная с гормональным стимулом. Поэтому к сожалению очень частая ситуация пришла молодая девочка, нашли фиброаденому, прооперировали, а потом пришла через короткий промежуток времени, у нее вторая или еще несколько, потому что только прооперировали и никакой не было у гинекологов реабилитации, связанной с нормализацией гормонального фона. И если там гиперэстрогения, это будет присутствовать, риск возвращения рецидивов или новых фиброаденом всегда велик. Вот так выглядит гистологическая картинка. Для нас это важно в связи с тем, что, смотрите, бросается в глаза, что тут большое количество розового цвета. Что это? Это волокна, это фибра. Аденоматозные структуры, они железистые, вот это то, что осталось, а все остальное это волокна. Количество волокон здесь большое, но это волокна такие, которые характеризуют доброкачественный тип роста. Что чаще всего в качестве признаков? Солидное образование, солидное, овальное или полициклическое? Полициклическое, значит, такой контур, который имеет волнистую характеристику, да? эхогенность понижена. Понижена эхогенность. Четкие ровные контуры, слабые или средние по интенсивности однородные эхосигналы от внутренних структур. То есть, иными словами, включения какие-то эхогенные там внутри могут быть, но очень слабые. Симметричные латерально-акустические тени, очень важный момент, симметричные латерально-акустические тени. Дарзального ослабления эхосигнала нет или это ослабление незначительное. Пальпаторные размеры совпадают с данными по измерениям на ультразвуковом исследовании. И чаще всего локализуются в верхненаружных квадрантах. Почему? Там больше железной ткани. Где больше железной ткани, там и растет. Но, естественно, это может быть и другая локализация. могут быть двухсторонние одновременно образования. Я однажды видел этот случай, когда не знаешь, что пациентке говорить, да, с десяток фиброаденом одновременно в обеих молочных железах, да, вот просто буквально все нафаршировано, как кистами, но это были фиброаденомы, причем практически равномерно справа и слева. Чаще всего выявляется в репродуктивном возрасте, имеет тенденцию к регрессу с возрастом. Неправильно ее носить долго, да, но все-таки если пациентка не соглашается на операцию, нередко имеет место с возрастом уменьшения. Интересный момент, что пункционная биопсия часто бывает безрезультатной. Почему? Потому что стромальный характер опухоли приводит к тому, что там из межволокнистых промежутков нельзя забрать клеточные структуры, да, там клеточных элементов может быть мало. Вот мы смотрели с вами гистологическую картину, там все розовое, там одни волокна, да, попали иглой, что вытащили, на практически межклеточную жидкость. И вот схема. Я специально ее вот так вот нарисовал. Смотрите, форма овальная или полициклическая, но здесь строго овальная, да, полициклическая может быть, но она появляется после какого-то промежутка времени, да, а сначала она ровная. Контуры тоже четкие и ровные, мы контур везде можем посмотреть. эхогенность понижена, образование гипоэхогенное, эхоструктура однородная со слабыми и средней интенсивности сигналами от внутренних структур. Вот я специально это закрасил таким структурным рисунком, который везде абсолютно однотипно повторяет чередование этих белых и черных клеточек между собой, да, то есть это абсолютно однотипно в поверхностных слоях и в глубоких, в латеральных и в медиальных и так далее. акустические эффекты в данном случае узкие латеральные акустические симметричные тени, в данном случае дорзального ослабления нет, но в некоторых случаях наблюдается эффект усиления. И вот конкретный пример, практически полностью соответствующий тому, чему мы говорили, да, а воидность, она подчеркнута соотношением размеров передне-заднего и поперечного, латеральные акустические тени, четкие контуры и абсолютно однородная их структура, причем здесь небольшой эффект дорзального усиления, он заметен. И на этой картинке я их сопоставил схему и непосредственно ихограмму, абсолютно все признаки можно друг другом сопоставить, они достаточно наглядны. Когда мы хоть что-то такое не находим, это всегда уже под вопросом. Например, не авоидная форма, абсолютно круглая, нетипично для фиброденома. Фиброденома, даже маленькая, начинается с авоидной формы, да, то есть тогда это уже будет признак, который должен нас настораживать. здесь еще несколько всяких особенностей, которые характерны для фиброденом, которые уже существуют длительное время. Если они крупные, при размерах больше 2 см, то может быть часто микро- и макрокальцинаты, может быть гиперхогенный ободок по периферии, и то, и другое норма. оно просто характеризует фиброденомы, которые более крупные по размерам. Немаловажный элемент нередко определяется жидкость, содержащая включение. Вот это очень важно, да. Вот пример картинки, но чем показывать картинки, я дальше хочу показать вам год. Началось прямо с нее, да, почему? Она говорит, вот здесь что-то нащупало, сюда ставлю, и вот первое, что вижу. Причем рука соскальзывает, да, и ее трудно удержать в положении. Вот видите, как переливается все, потому что она соскальзывает, да, я не могу ее легко зафиксировать в этом положении. Что мы тут видим? Значит, четкие ровные контуры, местами словно бы вот здесь легкая полицикличность, однородность и гипоэхогенность, дорзальный акустический эффект усиления, включил ЦДК, и вот единичный локус васкулиризации по периферии, да, что тоже характерно. Вот здесь сосудик был, это уже в мышце, в большой грудной, да, он не относился к фиброденоме, а по периферии была фиброденома. сейчас мы измеряем размеры, 15,5 на 10 практически, да, вот сейчас мелькнуло, что здесь полицикличность контуров, да, вот она, размеры, я в таком случае вывожу третий размер, они должны быть взаимно перпендикулярными, всегда для вычисления объема, и любого объемного образования, мы все три взаимно перпендикулярных размеров, вот теперь третий, да, перед этим были два, я изменил положение датчика, и теперь вывожу третий размер, указываю, как он локализуется на пиктограммке, что вот здесь мы ее нашли, в верхненаружном квадранте, опять полицикличность контуров в этом случае, да, и локусы воскулиризации также по периферии, чем крупнее фиброденома, тем больше этих локусов воскулиризации, но если они по периферии, то это нормально.